К нашему эфиру присоединяется Аббас Галемов, российский политолог и политехнолог. Аббас, приветствую вас в эфире Freedom. Здравствуйте. Ну что же, интересно, насколько вы разделяете, в принципе, вероятность того, что нынешняя позиция России может все-таки поспособствовать тому, что Израиль начнет больше поддерживать Украину в целом, и что Израиль может действительно пересмотреть свои взаимоотношения в целом в России по разным вопросам. Насколько это может скоро случиться? И раз уж вы разделяете, если вы разделяете, сразу задам второй вопрос. Почему Россия как-то игнорирует этот факт? В целом направление движения, вы обозначили правильно, между Россией и Израилем, конечно, пролегла трещина гораздо более глубокая сейчас, чем она была несколько лет назад. Думаю, что по-крупному два фактора только мешают реализации вот этого сценария, о котором вы сказали. Первый, но это исторически сложившаяся дружба Нетаньяху с Путиным. Нетаньяху по своему складу политик авторитарного такого типажа, такой же, как Путин. И в этом смысле, ну, типологически они друг к другу тянутся, что называется, рыбак-рыбака видит издалека. И даже в ситуации, когда Путин откровенно, так сказать, подложил свинью Нетаньяху, Нетаньяху, понимаете, он и так пребывает в шоке, потому что нападение Хамас на Израиль 7 октября — это поражение, стратегическое поражение Нетаньяху. На протяжении долгих лет Нетаньяху делал ставку на умиротворение Хамас примерно в том же духе, в каком Чемберлен пытался умиротворить Гитлера. И критики Нетаньяху, собственно говоря, повторяют тезис Гитлера, ой, извини, это тезис Черчилля в отношении Чемберлена, говорили, что он дурак, который пытается ехать на спине тигра. Ну, то есть нельзя пытаться использовать в своих интересах откровенного врага. И когда все-таки Хамас напал на Израиль 7 октября, для, конечно, для Нетаньяху это шок, это катастрофа, понимаете, вот весь его, так сказать, имидж мудрого стратега, который, так сказать, лавирует между, там, значит, Сылой и Харибдой и благодаря своему мастерству ведет, так сказать, Израиль, вот не сажая его на Амели, да, ну вот этот миф был разбит в дребезги. И если сейчас еще, значит, конфликт с Россией подтвердит то, что попытка Нетаньяху дружить с Путиным, это еще один провал. Но от его имиджа, значит, у него, знаете, мистер безопасность, он сам культивировал вот этот свой имидж, что он специалист именно по обеспечению стратегической безопасности для Израиля. Вот от этого имиджа вообще ничего не останется. Поэтому он закрывает глаза, так сказать, на вот это, на то, как по-свински себя ведет Путин. После ухода Нетаньяху следующее поколение израильских политиков, даже не сомневайтесь, конечно, займут по отношению к Путину гораздо более жесткую агрессивную позицию. У них не будет вот этой вот привязки, да, о которой я только что сказал, личностной привязки, которая есть у Нетаньяху. Есть второй фактор — это Сирия. Российские войска находятся в Сирии, а Сирию Иран активно используют как перевалочную базу для снабжения Хизбаллы, которая базируется в соседнем Ливане. И на юге Сирии вовсю оперирует КСИР — корпус стражи Исландской революции. Это главная спецслужба Ирана, которая работает против Израиля. И вот так получилось, уже сложилось с самого начала, с момента, когда российские войска появились в Сирии. Тогда Путин еще мог себе позволить проводить ближневосточную политику без оглядки на Иран. Он очень умело балансировал долгие годы между Израилем и Ираном. И вот в Сирии сложилось такое статус-кво, когда Россия, в принципе, при том, что находится там и поддерживает Асада, сирийский режим, воюя с его врагами, но при этом не мешает Израилю проводить свои собственные операции, направленные против иранского присутствия, вот того иранского присутствия, которое израильские спецслужбы считают направленным против самого Израиля. Поэтому израильские ВВС периодически по наводке своей разведки наносят массированные удары по территории Сирии, российской ПВО, российской ВВС им не мешают. И вот это вот такое взаимодействие, ну, некое, давайте скажем, взаимопнимание, это статус-кво, которое сложилось в Сирии, оно, в принципе, конечно, выгодно Израилю, и поэтому это вот вторая ключевая причина, почему Израиль не хочет ссориться с Россией. Ну и, конечно же, Израиль, ну, это базовый его принцип, вот его внешней политики, на удар обязательно отвечает ударом. Поэтому если Россия будет развивать свое сотрудничество с Ираном, то, конечно, Израиль будет действовать по отношению к России аналогичным образом, и в том числе через сотрудничество с Украиной. Украинские политики это знают, поэтому они очень-очень внимательно относятся к этому израильскому направлению, они активно работают здесь с кабинетом, с оппозицией, там, с медиа, с экспертами. Ну, в общем, они активно стараются, так сказать, да, вот, изменить позицию Израиля. К тому же, повторюсь, эти предпосылки, предпосылки ждать, что позиции Израиля в отношении Украины и Российской войны изменятся на более проукраинскую, предпосылки ожидать этого, они есть. Мне интересно, вы сказали, что, ну, все-таки больше есть предположение, что уже политики нового времени, новые политики в Израиле покажут свою более резкую позицию по отношению к России из-за того, что она поддерживает агрессию, в том числе против Израиля. А как вы считаете, это может каким-то образом повлиять на россиян, которые так любят Израиль в том числе? Как вообще, какая будет возможность проявить свою такую позицию у новых политиков? То есть я сейчас не призываю каким-то образом бойкотировать и не призываю не бойкотировать. Мне действительно очень интересно, как могут отнестись к этому, видите, для того, чтобы наиболее ярко возможно показать свое отношение к стране-агрессору, да еще и которая поддерживала агрессию против жителей всего Израиля. Ведь, вероятно, придется какие-то и более жесткие меры предпринимать, не только не общаться с Путиным. Я правильно вас понял, что вы спрашиваете у меня, как отнесутся простые россияне к ухудшению... Нет, не простые россияне, как отнесутся новые израильские политики, как они будут выстраивать взаимоотношения не только с Путиным, но и с россиянами, которые, ну, ведь любят Израиль, не будем уже скрывать. Те, кто выезжает за границу, те, у кого есть за грандпаспорт, в принципе, в Израиле довольно комфортно себя чувствуют. Ну, это небольшая проблема, строго говоря. То есть ты занимаешь жесткую антипутинскую позицию, при этом ты декларируешь, как это делают, собственно говоря, западные политики, да, что ты отделяешь режим Путина от народа, и ты враждуешь именно с режимом, а народ, ты считаешь, так сказать, невиновным, и даже, наоборот, страдающим под гнетом, так сказать, режима. То есть поскольку это в значительной степени правда, то, а правда, как известно, говорить легко и приятно, вот у израильских политиков, которые решат идти по пути обострения отношений с Путиным, проблем с этим не будет. На самом деле ведь та же самая история выстраивается в отношении Ирана. Израиль очень четко отделяет иранский народ от режима Айатол. Ну, объективно говоря, там есть предпосылки для этого, потому что любая объективная социология показывает, что вот та трещина, которая в России, так сказать, между народом и руководством, она там сейчас растет и углубляется, но она очень маленькая по сравнению с той трещиной, которая пролегла между иранскими руководством и иранским народом. Там режим по-настоящему нелегитимен. Любая независимая социология показывает то, что как минимум 75, то есть 3 четверти процентов населения Ирана настроены против режима, абсолютно антисистемы. То есть они мечтают не только о том, чтобы там, условно говоря, лидер поменялся, а вообще весь режим Исламской республики, вот этой теократии, чтобы он рухнул, чтобы он исчез. Позапрошлогодние протесты, связанные со смертью Макси Аминета, показали. В реальности иранский режим может рассчитывать на лояльность от 15 до 20 процентов своего населения. И израильские политики это знают, поэтому они очень четко на уровне своей риторики обозначают постоянно, что наш древний персидский народ, он наш стратегический союзник, друг, так сказать, никакой вражды, никаких претензий, да. Вот весь наш конфликт это с айатолами, которые свой собственный народ угнетают. И повторюсь, поскольку это правда, то, в общем, занимать эту позицию совсем несложно. Нетаньяху, я помню, неоднократно снимал специальные ролики, которые для персов и для простого населения Ирана, да, они их на форси переводили, их выкладывали в социальные сети. Они, когда в Иране, например, началась проблема, массовая проблема с засухой, там воды катастрофически не хватает. Значит, был создан специальный сайт, где израильский специалист, а Израиль, надо понимать, ну, он же тоже в пустыне, в общем-то, существует. Он чемпион мира, так сказать, в области индустрии опреснения морской воды и так далее, в общем, эффективного использования воды, чтобы, так сказать, не разбазаривать, а вот каждая капелька приносила, так сказать, пользу. Вот, в области всех этих технологий Израиль, он прям чемпион мира. И они, и израильское правительство, это было, ну, лет, там, пять назад где-то, они создали специальный сайт на форси, где просто выкладывали все эти технологии, обращаясь, так сказать, к иранским инженерам, иранскому населению, где, так сказать, ну, мы понимаем, у вас проблема, да, пожалуйста, пользуйтесь, да, все для вас. Ну, вот, в отношении России можно проводить такой же курс. И я также отвучу информацию, потом с вами обсудим ее. Возможная война между Израилем и террористической организацией Хизбалла может привести не только к разрушению инфраструктуры Ливана, но и к новому конфликту на Ближнем Востоке. Так считают международные аналитики. Израиль уже нанес ответный ракетный удар по Бейруту в ответ на атаку Хизбаллы, которая привела к гибели 12 детей. Целью был командир, ответственный за удар по израильской деревне. По информации Цахала, его удалось ликвидировать. На атаку отреагировали и уже в Соединенных Штатах Америки. В Белом доме сообщили, что Тель-Авив имеет полное право защищать себя от серьезных угроз, с которыми он сталкивается. В то же время Вашингтон продолжает работать над дипломатическим решением, но чтобы все-таки не допустить начало нового разрушительного конфликта. И в Израильском министерстве обороны заявили, что Израиль не хочет войны, но страна все же готова к любому возможному развитию событий. А сейчас вернемся к истории заинтересованности России. Возможно, слишком уж прозаично и на поверхности я ищу ответ. Один из ответов этой заинтересованности. Но отвлечение Соединенных Штатов, в частности, от Украины, может ли быть одной из мотиваций России в том числе? Да, это один из факторов. Их несколько. Помимо того, о чем Вы сказали, это общая поляризация, когда в России выстраивают... Это производная от внутренней политики. То есть в России, пытаясь оправдать в глазах населения, в глазах элит происходящее, они пошли по пути крайнего упрощения картины мира. У них официальная пропаганда сейчас рисует буквально черно-белую картину. Есть силы зла и есть силы добра. Силы добра — это Россия плюс так называемый глобальный юг, главными представителями которого выступают Иран и Китай, те, кто измучены западным колониализмом и борются за свободу от западного влияния, западного давления, западного неколониализма. И вот этот глобальный Запад и Украина, которую глобальный Запад использует в качестве ледокола против России. То есть нет полутонов никаких, да, вот есть силы добра и силы зла. Абсолютно такая манихейская черно-белая картина. И в этой ситуации Израиль, поскольку Израиль все-таки союзник Америки, абсолютно нормальное демократическое государство, классическая демократия, то в принципе вот это Израиль, ну он какие бы там отношения у Путина с Нетаньяху, так сказать, ни были, но он все равно, когда вот всем надо поляризоваться, так сказать, да, ну либо вот сюда, либо туда, то Израиль автоматически относится вот туда. И поэтому враги Израиля все относятся сюда, поэтому все, значит, хуситы, все там, Хамас и Хизбалла, все это, кстати, братья наши меньше уже оказались для России. Ну, есть и третий фактор, он тоже очень важный, он, ну я его по очереди третьим называю, но по значимости он, в общем, равен первым двум. Это, я даже думаю, может быть, он на первом месте. Это просто банальное впадение Путина в зависимости от Ирана в ситуации резкого сокращения объемов, так сказать, вот внешних связей, когда, ну просто вот никаких партнеров нигде больше не осталось. То есть Россия резко маргинализовалась, вот, а ей надо с кем-то торговать, с кем-то надо сотрудничать. Иран, вот крупный специалист в области беспилотников, значит, а нынешняя война, как выяснилось, оказалась войной беспилотников, а россияне этому направлению уделяли, так сказать, слабенькое внимание, да. И, в общем, вот если раньше Путин мог себе позволить балансировать на Ближнем Востоке между интересами Израиля и интересами Ирана на протяжении долгих лет, собственно говоря, вся вот политика, ближневосточная политика России, вот она к этому и сводилась. Так сказать, вот тут есть забор, по одну сторону которого, значит, Иран, по другую сторону, которого Исраиль. Ну, Иран со своими прокси. Да, и вот Путин ходит, так сказать, по этому забору туда-сюда, да, одновременно находясь по обеих сторонам. Но в ситуации, когда он спал в зависимости от иранской поддержки, я думаю, что просто иранские атоллы, так сказать, ему сказать, Владимир Владимирович, дорогой друг, так сказать, ну ты давай, хватит уже хвостом юлить-то. Вот у тебя там ключевое направление, это Европа, Украина, мы тебя там поддержали. А для нас ключевое направление Ближний Восток, поэтому давай, хватит хвостом юлить, так сказать, да, и нашим, и вашим. Давай присоединяйся, поддерживай. И у него просто, ну, не осталось возможности, поскольку, повторюсь, он от них зависит, не осталось больше возможности изображать, так сказать, собственный независимый курс. То есть, строго говоря, вот на Ближнем Востоке Путин превратился из независимого игрока в обычного иранского прокси. Понимаете? Вот есть Хазбалла, есть Томас, есть Пусиды, есть там несколько группировок шиитских на территории Ирака, да, и Путин через запятую. Вот как-то так. Да, не удастся уже так держать баланс или, по крайней мере, делать вид, что равновесие-то существует. Я благодарю вас, Аббаз, за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Очень интересно, помогли нам разложить еще эту тему. Будем ее в дальнейшем обсуждать в эфире «Фридом» также. Итак, Аббаз Галямов был с нами на связи, российский политолог и политтехнолог. Аббаз Галямов был с нами на связи с нами на связи с